В зоне АТО бьют из крупного калибра. Боевики применяют запрещенное оружие на всех направлениях. Ранены двое наших бойцов. Противник открывал огонь по украинским позициям в Новозвановке, Троицком и Широкине. Всего с начала суток пять обстрелов. С передовой материал Игоря Левенка. Передовые позиции украинских военных вблизи Красногоровки. Солдаты пользуются временным затишьем, заготавливают дрова и слушают радио террористов. Вооруженные силы Украины в промежутке между мартом и июнем планируют начать новую войну в Донбассе. Наступление на Донецкую и Луганскую народные республики будет начаться с четырех направлений. Бойцы говорят, уже который день один из ДНРовских главарей Басурин распространяет страшилки о наступлении украинских войск. Наши солдаты воспринимают эту новость с юмором, хотя утверждают, готовы ко всему. Посмеялись так, ха-ха, да, ну а что, для меня я уже давно за. Враг на этом участке фронта немного притих. По крайней мере, тяжелое вооружение не применяет. ГС, СПГ, ну и два снайпера наблюдали. Один бля муравейника, один повище поцелил. Бойцы сетуют, вражеские снайперы донимают. Часто они открывают огонь из вот этого здания. На нем боевики установили флаг псевдореспублики. Ну там бывает снайперы сидят, лучше не высовываться. Места расположения вражеских огневых точек помогают определять Джонни. Так наши солдаты назвали чучело над бруствером. Джонни уже изрядно досталось. Него. Так, ночью они пока так не сильно работают, а в основном то по дню. Бойцы утверждают, оккупанты активизируются. По ночам слышен гул вражеской техники. Я бы не сказал, что так, дуже рядом, але був так, ночью неодноразово чули звук танка. А днем по несколько раз над украинскими позициями пролетают вот такие вражеские беспилотники-разведчики. Вызначают, где позиции, где являются. Ну а потом, как после перемена, могут прямой наводкой, прямо знают, где, куда. Но украинские солдаты уверяют, захватчики получат достойный отпор. У большинства военных здесь солидный фронтовой опыт. За плечами тяжелые бои на Светлодарской дуге. Дмитрий до войны торговал хостоварами на киевском рынке. На фронте с 2015 года. Пошел по мобилизации, а потом подписал контракт. Коллектив гарный, хлопцы чудови. То есть, умовы нормальные. Я не жалуюсь ни на забезпечение, ни на кормежку, ничего. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.